Знаете ли вы, что такое вышка-тур, второй свет или консольная лестница? Нет? Давайте разбираться. Хотим показать новый объект. Последний этаж. Есть плюсы и есть минусы. Это трехкомнатная квартира в новом кирпичном доме на последнем этаже, площадью около 90 квадратных метров. Нестандартная. Мы все время говорили, начиная с первой передачи, что у нас основная проблема – это низкие потолки. А теперь вот мы, видимо, договорились где-то там с кем-то, и нам досталась квартира, где высокие потолки. Но это тоже проблема. Кровля дома была не в лучшем состоянии, поэтому пришлось ее перебрать и провести гидроизоляционные работы. Также заменили все отопление и поменяли окна. Оттуда дуло, мы все разобрали, наварили вот эти вот уголки. Здесь сделали из газобетона, сложили стены, там утеплители уложили, запенили, где щели были. Просто дуло нереально. Благодаря вот такой огроменной высоте потолка мы здесь запроектировали гардеробную. Там у нас коридор, а здесь у нас сверху гардеробная будет. Это идет удорожание. Во-первых, нужно сделать каркас. Это дополнительное проектирование по металлу. Все это нужно сварить, все это нужно покрасить, чтобы это все не ржавело. Ну и лестница. Лестница консольная, специально под нее делали проект. Крепили на химанкеры. Химанкер – химический жидкий анкер, клеящийся массой между металлическим крепежным элементом и материалом основания. Несущие способности таких соединений гораздо выше, чем у распорных анкеров. Запас по нагрузке двадцатикратный, то есть выдержит что угодно, кого угодно. Косаура не будет, никакой подпорки между лестницами нет. Каждая ступень отдельно крепится к стене. Здесь находится туалетный столик. Здесь сплошное зеркало с потолка до низа. Всю стену драпируем шторами и тюлями. Здесь мы будем зашивать на два слоя гипсокартона. Для того, чтобы потолок не трещал, здесь никакой натяжки, к сожалению, сэкономить не получится. Здесь не перекрытие получается, а утеплитель, и он воздух пропускает. Когда открываешь дверь в комнату, потолок вот так вот делает натяжной. Попадая у нас в прихожую, здесь у нас будет гардеробная зеркальная, в которую можно зайти будет. Здесь зеркальное панно с консолью для ключей. Сейчас мы заходим в гостиную. Для того, чтобы увеличить пространство, мы присоединяем лоджию. Здесь вообще была балконная дверь, и это была лоджия. Мы это все демонтировали, утеплили лоджию. У нас там появляется такая уютная обеденная зона. Здесь будет прям кухня, вот так вот угловая, встроенная. Так и так. Для работ понадобилась нам вот такая вот вышка-тур. Она на колесиках. Если использовать просто леса строительные, то очень много времени уйдет на то, чтобы их разобрать, собрать, перетащить. А вышку-тур ее можно передвинуть. Гостиная у нас проходная. Дальше мы проходим, и у нас здесь появляется санузел. Пришлось сделать подиум, потому что вариантов абсолютно не было никаких. Развести нормально канализацию. Трубу можно в любое место завести, в любое место квартиры подать воду, но отвести воду не получится просто так. Нужно соблюсти обязательно уклон по канализации. В этой стяжке мы проложили все трубы канализационные. Здесь у нас уместится сушилка для белья. Я имею в виду машинка такая, да? Дальше стиральная машина будет, и сверху еще будет водогрейка. Если бы высота была 2,50, мы бы не уложились. Это у нас детская. Сверху у нас будет матрас. Для мальчика там будет полноценное двуспальное место, чтобы можно было родителям прилечь, почитать что-то на ночь. Здесь появляется гардеробная. Причем полноценная гардеробная. Здесь стоим диван небольшой. Напротив дивана вешаем телевизор с приставкой, с игровой. Все пять пластиковых окон в этой квартире, как вы помните, Светлана и Виталий заменили на более качественные. А помогли им в этом наши новые партнеры. Служба оконного сервиса. СОС получается. Это такая экстренная помощь тем, у кого просто невыполнимые заказы. А они берутся. Больше 10 лет служба оконного сервиса производит и монтирует алюминиевые и пластиковые конструкции. Окна обычной формы здесь делают быстро и качественно, но с особым удовольствием и мастерством выполняют эксклюзивные заказы. Мы не боимся трудной работы. У нас есть такие ресурсы, чтобы изготовить окна нестандартных конфигураций. Это треугольные, трапециевидные, арочные конструкции разных размеров, в том числе негабаритных. Наша производственная база находится в городе Челябинске. В день наш завод может изготовить 150-180 окошек. Начиная от распила профилей до сборки конструкций и их остекления, делают роботы. Геометрия идеальная у окон. Идеальным окнам идеальные подоконники. Служба оконного сервиса рекомендует новинку – подоконники Данки. Пластиковые, покрытые пленкой ПВХ, оказывается, уже устарели. Сейчас популярны акриловые, гладенькие, имитирующие дорогие породы мрамора и дерева. У нас появилась новинка – профиль Геолан Кубас. Еще ни у кого нет в городе Магнитогорске. Магнитогорске – продукт разработки 2017 года. Плюсы по отношению к обычному окну. Если мы посмотрим на пластиковое окно, всегда идет створка немного выпуклая относительно оконной рамы. Здесь идет по одной линии. То есть нет вот этой выпуклости. Монтажная ширина стол. Это очень теплый профиль. Хозяева этого частного дома – клиенты службы оконного сервиса. Окна здесь больше трех метров в длину и ширину. Никто не брался. А наши партнеры выполнили. Смотрите, какое панорамное остекление. Люди сейчас любят, чтобы было много воздуха, много света в квартире. Вот так вот и на первом, и на втором этаже закаленные стекла. Хозяева не хотели ни одной перемычки на окнах. Но это технически невозможно. И осталась вот такая одна горизонтальная линия. Магнитогорский театр оперы и балета. Кто не знает эту шикарную композицию из витражей в холле на втором этаже? Автором первоначальных витражей был известный художник Константин Черепанов. Но окна были деревянными, и в холле было всегда холодно. Вообще витраж – это любой рисунок, нанесенный на стекло. Первые витражные окна делали из разноцветных кусочков стекла, спаянных между собой с помощью слюды. Это дорого, сейчас так не делают, а грандиозности и роскоши хочется. Служба оконного сервиса помогла и в этой ситуации. Заменила старые деревянные окна на современные алюминиевые. Цветные элементы соединены специальным шнуром, за счет чего и создается впечатление той самой классической спайки с людой. Эти же ребята из службы оконного сервиса помогают специально виталию на нашем старом объекте. Это серый дом в поселке Нежно, мы не раз его уже показывали. Так вот, сегодня мы будем снимать на крыше, потому что здесь устанавливают чердачное окно. Форма нестандартная, треугольная. И вот с такими углами в России делают очень мало компаний таких конструкций. В основном все отказываются. Плюс она ламинированная и еще со створкой. То есть глухари еще могут сделать со створками сложнее. До того, как вставляются стеклопакеты, Виталий проверяет, все ли ровно. Несколько миллиметров корректировки и сложное окно встает идеально. Вот эти углы примыкания, острые очень, делаются вручную. То есть мы специально это просили сделать, сварили вручную. А ламинация серая, то есть мы точно подобрали по каталогу, чтобы он у нас гармонировал в этом подшиве. Кстати, про ламинацию. Хорошее это дело. Удорожание небольшое, а выглядит стильно. В нашем случае белое окно смотрелось бы ну совсем нелепо. Облицовка профиля пленкой – это самый распространенный, но небыстрый способ придать окну нужный цвет. У службы оконного сервиса на этот счет безграничные возможности. Мы завели линию покраски профиля. Цвет может быть любой. Это быстро. Захотели мы розовое или коричневое окошечко, мы его изготовили за 2-3 дня. Гарантия 20 лет, что она не выцветит, не будет никаких сколов. Помните, я обещала, что мы еще не раз вернемся в Добрострой? Так вот, сдерживаю обещания. Мы вновь здесь, только не одни. Со Светланой и Виталием. Если у вас нет времени бегать отдельно по каким-то отделам, можно приехать в Добрострой, раздеться, как мы, и полностью провести здесь уикенд. Сегодня Светлана и Виталий в отделе керамической плитки и керамогранита. Кстати, помните, чем отличается плитка от керамогранита? Составом почти нет. Но вот температура, при которой обжигается керамогранит, гораздо выше. Поэтому он прочнее, не дает сколов и трещин, не теряет яркости цвета и очень износоустойчив. И ассортимент его более чем богат. Вот об этом подробнее. Керамогранит должен имитировать что-то. Либо дерево натуральное, либо сланец, либо гранит. То есть все природные материалы. Нам понравилась вот эта плитка. Причем она идет, смотрите, со скидкой. Санузел будет, мы уже представили, например, полностью вот в этой плитке. С использованием вот этой мозаики, которая нарезана из таких разных кусочков. Задача подобрать пол. Вот этот вариант не подходит, потому что все светлым делать не стоит. Особенно, если это разные оттенки. Это видно, что гораздо теплее, то есть более желтая, чем это. Вот берем, например, серый. Такой вариант тоже не подходит. Прям видно, что оно как пелене, как будто... Какой-то пылью, какой-то дымкой. Вот еще вариант есть, например, вот такой, да. Вроде бы сам по себе вот этот керамогранит, он неплохой. Но вот непосредственно вот к этому, вот к этим стенам он не подходит. Давайте попробуем вот это вот. Тем более вот это сейчас со скидкой. Посмотрите. Ну вот пока на данный момент вот это, наверное, самый лучший вариант. Контрастность придает. Он имитирует сламец. Мы считаем отличное сочетание как по свету, так и по фактуре. Сейчас тенденция такая наметилась. Ну уже прям тренд. Все облицовывают фартуки у кухонь вот такой вот плиткой с фасочкой. Она прикольная. Можно как сделать моноколор, да, то есть без вставок вот таких вот декоративных. Можно сделать, со вставками смотрится здорово. Ее обычно не кладут до потолка, она не смотрится. Она должна где-то завершаться, то есть вот таким декоративным элементом. Делают фартук обычно или мокрую зону. Остальное под выкрас. Ну это, наверное, единственный магазин в городе, где можно найти, причем в наличии, копиносы. Копинос – элемент ступени, который увеличивает сопротивление скольжению и безопасность эксплуатации лестницы. Ступени делают, особенно в общественных заведениях, и очень такой острый край. Это небезопасно, говорю вам, потому что я сама травмировалась в одном из торговых центров. Шрам остался вот такой. Посмотрите, закругленные края, то есть это завершенный вид. То есть может полностью идти вот такой ступенный элемент угловой, который идет вот с копиносом сразу. А если, например, удешевиться, то можно купить отдельно копиносы. Пойдемте пройдем к мозаике, нам нравится здесь очень стент. Мы здесь, кстати, уже подобрали мозаику, которая нам подойдет на один из наших объектов. Мы показывали объект, бассейн, и у нас этот бассейн будет выложен нестандартно. В бассейнах должна использоваться только стеклянная мозаика. Если вы наклеите мозаику из камня или из металла, из металлической мозаикой, то там пойдет реакция с водой. С компонентами, которые добавляют воду для обеззараживания и очистки. Подойдет вот эта, вот она полностью из стекла. Светлана и Виталий для своего объекта с бассейном выбрали вот эту черную мозаику. Не пропустите в следующих выпусках Бюро дизайна и ремонта процесс облицовки чаши. И помните, даже если вы делаете ремонт самостоятельно, консультанты добростроя при выборе плитки и керамогранита совершенно бесплатно создадут дизайн-проект нужного помещения, рассчитают количество материала и организуют бесплатную доставку до дома при покупке от 20 тысяч рублей. И не забудьте про необходимые мелочи только в добрострое. Крестики, клинья для укладки плитки и системы выравнивания от ведущих производителей по самым приемлемым ценам. Сейчас будет ещё одна полезная информация. Замечали ли вы, что иногда очень хорошее дело может испортить какая-то очень небольшая, но неприятная мелочь? Как здесь, например. Просторный санузел, качественный керамогранит и уложен неплохо. Но есть мелочь, которая портит всё остальное. Например, вот такие пластиковые люки. Пластиковый люк – самый бюджетный вариант того, как добраться до коммуникации в санузле. Самый бюджетный, но не самый функциональный, потому что с первого раза даже и не определишь, как правильно его открыть. Проще, я думаю, все так делают, просто вот так его сорвать. Добраться до приборов учёта, конечно, можно, а вот вставить его обратно, поскольку это возможно. Да бог с ним, оставим его вот так вот. Такая же история и вот здесь. Здесь тоже коммуникации. Здесь я не знаю, как он открывается вообще. Ага, вот так он открывается. Несмотря на функциональные неудобства, можно было бы согласиться с таким решением маскировки коммуникации. Но уж слишком бросаются в глаза эти белые лючки, ухудшая общий вид ванной комнаты. Мы в стройдворе. Это торговый центр номер два. Именно здесь находится павильон тех людей, которые знают, как сделать вашей ванной красиво. Климат-маркет «Воздух» уже больше пяти лет занимается установкой вентиляционного и теплового оборудования, проектирует инженерные системы, монтирует климатические системы и очистители воздуха. Здесь есть всё для коммуникации в вашем доме, чтобы они выглядели достойно и поддерживали стиль, который вы выбрали. В компании «Воздух» есть два основных вида люков. Посмотрите, здесь специально для покупателей написано «Нажми на меня». Вся красота на самом деле очень простая. Нажимаешь и открываешь, и никто никогда из ваших гостей, посетителей вашего дома не догадается, что все коммуникации спрятаны вот таким вот образом под вашим дизайном. Керамогранит, любая плитка, любая отделка останется в том самом виде, в котором вы её задумали. Такие люки называют ещё скрытыми ревизионными люками под плитку. Его крышка облицовывается тем же материалом, что и стена. Люк сливается с её поверхностью и не нарушает целостность плитки. А вот Т-34, так называется эта модель. Она на карабинах, можно её полностью открыть, но в основном она вот так свисает. Это Денис. Мы его не звали, он реальный покупатель. Ищет как раз люки-невидимки. Купил квартиру недавно, взялся за ремонт ванной. А что, красоту? Что ж это было красиво? Т-34 с цепочками – самая ходовая модель. Она дешевле, чем та, что с конструкцией помассивней. Денис выбирает именно её. Денис, хороший выбор. Молодцы, что сюда пришли. Мне понравилось. Всё в наличии. Цена отличная. Даже сделали скидку. Пойдёмте, сейчас я покажу вам, как выглядят эти самые ревизионные скрытые люки в настоящей жилой квартире. Вот он. Прямо здесь. Нажимаем. И, как мы видели в магазине, он вот так вот открывается. Так же легко она закрывается. Очень важный момент. Стыки между самой крышкой люка и стеной должны быть выполнены из герметика силиконового. Если использовать затирку обыкновенную на цементной основе, будет беда. И прямо сейчас мы покажем, что будет. Свежий ремонт. Большого размера люк. Только из скрытого он превратился в очень даже заметный. Плиточники использовали неподходящую затирку. И вот результат. Обидно. Ну что, друзья, на этом закончим. Пусть в вашем ремонте будет как можно меньше таких неприятных мелочей. Увидимся в следующем выпуске. А вы можете влезть и говорить? Молиться, наверное, надо, да? Господи, помоги нам, чтобы он в свой залез. Керам и гранит, он должен имитировать что-то. То есть имитировать. Женщины меня поймут по поводу имитировать. Долго вы выбираете? Я так вообще не выбираю. Даже одежду, как вы выбираете люк. И еще вот такие наушники мы раздали всем соседям, подарили им, чтобы они на нас не обижались. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин